Сегодня с вами начинаем новые знакомства с новым разделом высшей математики. Только что мы закончили работу с теорией вероятности, теперь речь пойдет о математической статистике. Вы знаете, эти две науки, они себя друг друга взаимно дополняют. Что я хочу вам сказать. Помните, у нас была задачка про прапорщика Иванова, который стрелял по фазанам. По фазанам он стрелял. Мы там уверенно говорили, что вероятность ему попасть в фазан из винтовки с оптическим прицелом 0,7, а из винтовки с обычным прицелом 0,5. Откуда эти вероятности берутся? Вот смотрите, когда мы решали задачи по схеме Лапласа, там мы пересчитывали все возможные исходы и полагали эти исходы равновероятными. Ну, они действительно были равновероятны при бросании, значит, костей или в той задачи, где бы братки брали билеты на разные поезда. А тут какая ситуация? Вот с пулей. А тут я вам рассказывал, как это делается. Берется много-много патронов. И стреляют. И определяют, берут число попаданий, делят на общее количество выстрелов. Вот там вероятность попадания. Также все это можно делать статистически. Ну, скажем, определить вероятность того, что брак продлится больше, ну, скажем, года. То есть берется общее количество браков заключенных и вычитается из него то количество браков, которые распались до года. Ну, вот, значит, вот такова вероятность того, что заключенный брак продлится больше года. Вот и все. Дальше можно уточнить, можно выяснить, а что за люди были, да? То есть у разных людей, значит, браки той или иной продолжительностью отличаются, да? То есть определить какие-то их характеристики, там, возраст, образование, там, я не знаю, там, какую-то еще, там, культурную ориентацию, да? Вот такие всякие вещи. Ну, и более вот уточнив, ограничив выбор этих лиц, выяснить, какова же там, получается, значит, вероятность браку, значит, сохраниться дольше одного года. А так, конечно, один год-то маловато, надо побольше. Ну, вот так-то. Вот, вот такие вот дела. Значит, математическая статистика, таким образом, наука в известном смысле обратная. Теория вероятности. Теория вероятности предсказывает результаты, исходя из неких своих каких-то вот внутренних законов, да? Неизвестно, откуда взявшихся. Ну, вот, откуда мы знаем вероятность, с которой прапорщик Иванов попадет в цель? Откуда-то знаем, да? Не спросясь. А вот статистика занимается, так сказать, поставкой теории вероятности всех вот этих вот вероятностей, оценок разного рода, да? И еще одна задача у нее есть, проверять, а соответствуют ли, значит, конкретные статистические данные какому-то закону распределения. Мы с вами это делали, когда занимались законом по Ассона. Ну, помните, проверяли, соответствует ли некая таблица, привезенная нам откуда-то из провинции по страховым случаям, закону по Ассона. Не является ли она, так сказать, подделкой, да? И вот тут, кстати говоря, мы, то есть, это задача статистики, да? И тут, кстати говоря, мы встречаемся с еще одной гранью, скажем так, вероятности, понятия вероятности. Оно практически неисчерпаемо, да? Вероятность того, что данное распределение является нормальным, например. Проходили мы такое в прошлый раз, мимо проходили в прошлый раз, мы мимо нормального распределения. Это распределение, которое возникает тогда, когда результат, то есть, величина случайная, ее конкретная реализация зависит от бесконечного количества, так сказать, факторов. Вот это называлось у нас нормальным распределением. Колоколообразная такая у нее была плотность распределения. И вот статистика очень нужная наука. Кому она нужна? Прежде всего, ну, так сказать, бюрократам, да, руководителям. Бюрократам в хорошем смысле слова. Представьте себе, кто-то принимает решение, как говорит лицо, принимающее решение, ЛПР. Как ему быть? Вот он лицо правит страной, людьми или какой-нибудь большой фирмой. Она же не может лицо заглянуть каждому в душу, не может выяснить, ну, значит, проблему каждого подразделения своей фирмы. Значит, ей нужны какие-то обобщенные данные о рынке, о подчиненных. И вот так получилось, что у нас в России статистика, ну, не математическая статистика, а применение статистики, тоже называется статистика. Статистика в царской России была на очень большой высоте. Был такой царь Николай Павлович, Николай I, который был такой вот строгий бюрократ. Он создал такое централизованное бюрократическое государство. И вот ему для управления государством статистика была совершенно необходима. Статистика была одним из самых таких вот, ну, тогда излюбленных важных предметов. Царских детей статистики очень тщательно учили. Вот. И Акать Акатьч, наверное, тоже статистикой занималась. Помните, переписывал, чего-то считал. И вот в ту пору статистика, вот эта необходимость использовать в статистической работе людей, которые мало подготовлены, маленькие сведения имеют по математике. Плюс к этому необходимость обходиться не только без компьютеров, но еще и без калькуляторов. А калькуляторы-то вообще-то так вот широко появились, ну, у каждого на столе, где-то, наверное, в начале 80-х годов. Помню такие времена, когда вот такой калькулятор маленький стоил как телевизор. Это была большая редкость. И они только-только появились. И вот, значит, посылали, значит, людей от предприятия, значит, с письмами. Мы выполняем очень важные задания политбюро ЦК КПСС, значит, выделите нам, пожалуйста, за безналичный расчет два калькулятора. Привозят два калькулятора. Один калькулятор начальнику, вот, руководителю, ну, а другой калькулятор один на весь отдел. Вот они выполняют, работают по постановлению ЦК КПСС. Для кого там, политбюро? О, как. Тогда большая редкость были калькуляторы. А сейчас в любом магазине, пожалуйста, как вот все меняется-то. Ну, так вот, а это 19 век. Какие там калькуляторы? Табличные всякие системы расчетов. Вот, похоже на то, как мы в прошлый раз с вами заполняли таблички. На экране были они заполнены. И низкоквалифицированные люди. Приходило всякие такие оборотцы, словечки там использовать. Какие-то вот чудные слова. Вот, например, есть слово такой вариант. Появилось там еще слово варианта. Такое было слово в статистике. И вообще статистики тоже старались из своей работы сделать доходное место, между прочим. Вот в Тамбове очень, говорит, резвились статистики. Значит, в царские времена, естественно. А вот они приходят к пчеловоду. Мы, говорит, делаем перепись всего скота. Значит, у кого сколько, какой скотина. Давай, выгоняй своих пчел, сейчас будем считать. Ну, куда пчеловод деваться? Либо выгонять пчел, либо как-то вот договариваться надо. Как-то приходилось договариваться. Ну, вот. То есть, вот у нас все стремились из любой работы сделать доходное место. Пришел человек сдавать экзамен? Давай, отвечай на вопросы. Ах, не знаешь, давай договаривайся. Такие вот дела. Ну, ладно. Значит, статистика наука, как я уже проболтался, обратная к теории вероятности. Значит, в теории вероятности мы запросто, анализируя некий исходный, так сказать, материал, некие вот заданные вероятности, считали средние значения дисперсии и так далее. А в статистике это приходится делать напрямую. Что там у нас есть? У нас есть, например, так, среднее арифметическое. Вот всякие бывают среднеарифметические. Давайте с ним познакомимся. Есть среднее арифметическое простое. Да? Вот оно. Значит, среднеарифметические, вообще всякие средние величины, чертой обозначаются математической статистикой. Вот она. Х с чертой сверху. Х средняя. Кстати, напомню вам, что черта это в разных разделах математики разное значение имеет. Например, когда мы изучали линейную алгебру, чертой обозначался вектор столбец, то есть матрица, состоящая из одного столбца. Вот. А в логике, если вы когда-то будете учить логику, в логике, значит, черта означает отрицание. Вот утверждение, там, Миша дома. Черта сверху, Миша нет дома. Вот это все отрицание назначало. Так. Ну так вот. Среднеарифметическое простое, это очень простая вещь. Надо сложить все значения, которые есть, и разделить на общее их количество. Так определяют средний вес, среднюю зарплату, среднее там потребление чего-нибудь. Вот, пожалуйста. Среднееарифметическое взвешенное. Это тот случай, когда вы разбили на группы ваши исходные данные, да, вот по какому-то признаку. Вот значение ХИТ, с таким значением у вас есть объектов НИТ штук, да, вот вы их все суммируете. Скажем, НИТ человек имеет возраст ХИТ, или НИТ, значит, крокодилов в нашем зоопарке имеет количество зубов ХИТ. И таким образом можно посчитать, скажем, среднее количество зубов у наших крокодилов. Надо сказать, что, значит, вот эта величина НИТ называется так, частота появления признака. И слово такое английское, может, слышали? Frequency. Оно тоже означает частота. Не чистота, а частота, как часто. Да, частота. Так вот, больше принято в статистике иногда было, ну, в старые добрые времена, эту самую частоту обозначать буковкой Ф. Ну, вот рядом такая же формула записана, только в ней я Н заменил на Ф. Многие учебники предпочитают вот так обозначать частоту буковкой Ф. Относительные частоты. Это какая доля, значит, всех объектов обладает данным признаком. Вот она, частота, то есть абсолютная частота, сколько таких объектов было, разделить на сумму всех частот, то есть количество всех объектов. Вот это получается вес. Очень нам напоминает нашу вероятность, помните, фактически, если, конечно, помните, это было количество, значит, исходов благоприятных к общему количеству исходов, да? Вот если бы мы выбирали из толпы крокодилов крокодилов, то вот с такой вероятностью мы выбрали крокодилов, которые имеют вот икситое количество зубов, да? Вот. Ну, а сумма всех этих относительных частот, она равна единице, то есть 100%. Что даже вполне естественно. Так, среднеарифметическое взвешенное. Вот оно проистекает из предыдущей формулы. Сумма всех частот делить на, значит, сумму вот этих вот произведений, икситое на их частоты делить на общее количество, значит, объектов. То есть, определить на... То есть, получается так, относительный вес, относительную частоту, то есть вес данного признака умножить на значение признака и просуммировать. Это называется среднеарифметическое взвешенное. Ну, один в один очень напоминает нам математическое ожидание, да? Теперь я вам напоминаю по поводу вычисления меры разброса. У нас была такая картинка, это у нас называлось рот почетного караула. Командир высоченный, маленький барабанщик, и вот эти вот молодцы, как на подбор. Действительно, на подбор они были одинакового роста, да? Средний рост, икс среднее, минимальное и максимальное значение роста отмечены. И разброс, дельта икс. Разброс, то есть, ну, диапазон варьирования, скажем там, дельта икс. Так, а вот уже не рота почетного караула. Может быть, это батальон какой-нибудь главного разведного управления. Вот самый маленький, это по всяким подземным ходам пролезать, а самый большой, через забор подглядывать, да? Вот, у них тот же самый минимальный и максимальный рост, тот же самый средний, и тот же самый диапазон изменения. Но, как видно, мундиры проще шить для рота почетного караула, а не меньше разброс у них. Пожалуйста. Значит, что же является мерой разброса? Мерой разброса является дисперсия. Средний квадрат отклонения от среднего значения. Вот он. И считается он тоже так же. Вот они, квадраты отклонений и веса. Получается дисперсия. Кстати говоря, корень из дисперсии мы с вами как называли? Среднее квадратическое отклонение. И обозначали его буквой сигма. Видать, эти Акаки Акакичи знали, значит, латинские буквы, но не знали греческих. Поэтому как-то вот так вот прижилось в статистике называть, в прикладной статистике, называть среднее квадратическое отклонение буквы С. И даже дисперсию там почти никогда не обозначают буквой Д. Да? Вот. Называют С квадрат. С в квадрате. Это такое обозначение. С квадрат Х. Так вот говорят, да? Вот. И, ну, просто, чтобы не возникало ошибок, когда вот как-то вот, так сказать, публика вот этот квадрат, он воспринимает очень буквально. И начинает потом что-нибудь в квадрат возводить, да? Нет, этого делать не нужно. Это просто такое вот обозначение, которого я, кстати, обычно избегаю. Не люблю я его, потому что путаются дети мои с ним. Путаются. Вот оно, среднее квадратическое отклонение. Его можно обозначать буквой сигма. Можно обозначать буквой С. Это корень квадратной дисперсии. А для дисперсии есть известный установленный нами факт. Его можно вывести путем простых преобразований. Средний квадрат минус квадрат среднего. Вот такая вот полезная вещь. При дисперсии нам известно. Я напомню вам, что есть большая разница между средним значением, то есть квадратом среднего значения и средним квадратом. Смотрим. Вот у нас два значения случайной величины. 2 и 4. Ну, скажем, маленькая дружная семья, в которой два ребенка. Это два годика и четыре годика, да? Средний возраст. Нужно сложить их возрасты. 2 и 4. И поделить пополам. Три года. Три года средний возраст в этой семье детей. А средний квадрат возраста? Это нужно складывать квадраты возраста, да? То есть 2 в квадрате плюс 4 в квадрате. Делить пополам. То есть 4 плюс 16 пополам. 20 пополам 10. Вот он. Это средний квадрат. А вот квадрат среднего – это 9. А средний квадрат – 10. И поэтому дисперсия возраста в этой семье составляет 1 квадратный год. Вот такая вот семья. Значит, есть еще одно понятие – коэффициент вариации. Вот он используется обычно, значит, в статистике. Для следующего обозначения сравнивается среднее квадратическое отклонение со средним значением, да? Понимаете меня? Вот, скажем, средний рост составляет, допустим, где-то метров 80, а среднее квадратическое отклонение – 10 сантиметров. Какова будет вариация? Это значит 10 сантиметров делить на 180 сантиметров. Получается 1 восемнадцатая. То есть примерно побольше 5 процентов где-то, да? Вот побольше 5 процентов будет вариация, значит, вот роста где-то там в каком-то коллективе, да? Где там плюс-минус 10. А то, значит, характеризует эту вот вариацию на фоне. Ну, не очень обязательная вещь, но иллюстративная. Очень хорошо иллюстрирует что-либо. Вообще в математике, в статистике, в прикладной, простите, очень много как раз иллюстративных всяких показателей. Иллюстративных показателей. Я хочу вас познакомить со способами, конкретными, практическими способами обработки статистической информации. Я думаю, сейчас трудно найти человека, который бы не использовал компьютер в своей работе. Ну, наверное, можно найти, особенно даже и трудиться не придется. Но надо им владеть, тем не менее. Значит, есть в компьютерах обычно у нас программное обеспечение, которое называется Excel. Электронные таблицы. И вот в электронных таблицах можно делать очень многие расчеты. Практически, вот я так вот воспринимаю Excel, ну, как большой калькулятор такой, да? Калькулятор очень совершенный, в котором чего только нельзя делать. Он как вот очень быстро производит расчеты и фиксирует результат. Он гораздо удобнее калькулятора. Я думаю, что со временем, когда компьютеры станут более карманными и более, значит, легко используемыми, то они вполне заменят для подсобных вычислений калькуляторы, так сказать, ну и превзойдут их. Значит, вот, к сожалению, вот эти маленькие наладонные компьютеры, у меня как с ними не получается дружбы. Значит, почему? Потому что экранчик маленький. А для обработки статистической информации в Excel все-таки нужно много клеток. Вот сейчас мы посмотрим с вами. Вот задача некая. Некая задача. Значит, помните, как в Excel обозначены, столбцы обозначены латинскими буквами. Вот тут у меня два столбика А и Б. А строки цифрами. Вот тут я использовал 8 строк. Это просто-напросто фотография с экрана монитора компьютера, значит, вот перенесенная на наш слайд. Что ж там видно? Вот два столбика. Один столбиками обозначен номер, а другой обозначен х. Это вот реализация случайной величины х. Какая-то случайная величина. Естественно, это было совершенно с потолка взяты цифры, чтобы вам проиллюстрировать. А слева номер стоит просто не пронумерованный, чтобы было понятно. Вот, скажем, 7 объектов, которые характеризуются каким-то значением х. Где 3, где 2, где 6, где 7. Не знаю, что это такое. Ну, все что угодно придумываете, да? Вот. И нам нужно посчитать параметры этой случайной величины. Ее параметры ее реализации. Скажем, нам хочется знать, чему равно среднее значение. Excel позволяет это очень хорошо считать. Давайте так вот ее даже не очень глубоко используя возможность Excel считать. С помощью самого простого материала. Вот смотрите. Вот внизу я ввел еще одну строку, девятую. И обозначил ее среднее. Среднее. Их тут будет много. Будут еще столбцы. Поэтому во множественном числе. Что же тут видно? Вверху, в самом верху нашего рисунка написано f от x равно сумма b2 двоеточие b8. Скобочка закрывается. И делить на доллар а8. Что это значит заклинание? Давайте я вам расскажу. У нас Excel русифицированный в России. Вот. Им в общем в этом плане удобно пользоваться. Значит, сумм. Это такая функция есть. Сумм. Суммирует. И вот в данном случае она суммирует все клеточки. Начиная с b2, кончая b6. Вот. То есть в той клеточке, где написано первое значение x, 3. И кончая тем, где написано последнее седьмое. Кстати, его значение тоже 7. Вот она их суммирует и делит. На что делит? На а6. На а8, простите. А8 это количество. Номер последнего из наших значений. Номер последнего измерения, скажем так, этой случайной величины. Делит на 7. Доллар для чего я поставил? Это очень интересно. Дело в том, что я собираюсь тиражировать этот расчет и сдвигать его. Метод, знаете, как вот уцепил мышкой за правый край и протянул вправо. Вот я попробую сейчас что-нибудь еще посчитать здесь. Посмотрим. Вот. Средний квадрат считается. Видите? Как я это сделал? Я взял за правый нижний угол клеточку, которая называется B9, да? И протянул вправо. При этом в правой клеточке у меня стала сумма, только уже не B2, двоеточие B8, а сумма C2, двоеточие C8. У нас, соответственно, поменяло. Но делить там все равно приходится на то, что нужно. Да? Вот. А вот в строке формул у меня обозначена та формула, что записана в ячейку E10. Что там считается? C9 минус B9 в квадрате. Вот эта вот шляпочка такая, B9, а потом такая вот сверху такая, как домик такой, да? Крыша домика. Это означает возведение в квадрат. Значит, в квадрате. Кто же такой C2? Давайте посмотрим. Это, значит, клетка, которая стоит в нижней части столбца, заглавленного Х квадрат. Угу. Вот оно что. Понятно. Это, значит, у нас там среднее значение Х квадрат здесь записано. Ясно. Минус B9 в квадрате. B9. Ага. Это основание столбца поименованного Х. Там записано среднее значение Х. А, ну это мы использовали, значит, формулу для вычисления дисперсии. Средний квадрат минус квадрат среднего. Так, а этажом ниже написано СХ равно нулю. Кстати говоря, в Excel есть такая функция, она так прям русским языком и пишется корень. Вот там использовано корень, а в скобочках написано, значит, Е10. Вот, значит, корень из дисперсии. Я хочу сказать вам правду. Вот смотрите-ка. Дисперсия – это мера разброса. Мера разброса. Вот представьте себе, что у вас есть только одно измерение случайной величины. Очень логично, что вы, как исследователь данной ситуации, возьмете эту случайную величину в качестве оценки среднего значения. Ну, другого просто у вас не приходится быть, да? Ну, просто так, надеетесь на это, что это пришла к вам величина, очень близкая к среднему значению. Так? Хорошо. Что тогда брать за дисперсию? Средний квадрат отклонения от среднего значения? Простите, это будет ноль. Да? Ноль. Это что ж, абсолютно так вот, ну это нехорошо. Это неправда. Вы же понимаете, что это никакая не оценка дисперсии. Так вот, поэтому, и не только поэтому, принято использовать несколько иную в статистике формулу для дисперсии, чем мы использовали с вами, так сказать, не задумываясь в теории вероятности. Дисперсия — это, значит, сумма квадратов отклонения от среднего значения, деленная не на количество измерений, то есть не на какое-нибудь там n, а на n-1. Вот говорят так иногда, что при вычислении дисперсии мы теряем одну степень свободы, такие слова говорят. Но смысл такой, n-1. Вот представьте себе такую вещь, что вот, ну вот, на моем примере, например, решили мы определять средний вес человека, да, человечества нашего, вот, московского жителя, к примеру, да. Ну, и попадаем в нехорошую ситуацию, ну, взвесили меня, ну, инопланетяне прилетели, не знают, кто кого взять, попался я им первым, убежать не успел. Вот, взвесили меня, значит, и вес мой очень далек от, действительно, так сказать, среднего веса человека, да. А дисперсию, как считать, а дисперсия, по сути дела, это оценка точности, да, точности этого прогноза. То есть, по мне, одному, точность прогноза фактически нулевая. Сколь близко вот эти все люди расположены к дисперсии. А может, я, значит, на три сигма отличаюсь от, действительно, в среднем значении от мат-ожидания, ведь так бывает. Я отдельное, единичное, вот, проявление ее, да. Я, кстати, не знаю, на самом деле, я больше, чем на три средних квадратические отклонения отличаюсь от среднего веса или меньше. Надо бы выяснить, вот, рассказать вам потом. Вот. То есть, статистика в этом плане может многое, но возможности ее ограничены объемом той статистической информации, что она получает. Так, давайте посмотрим дальше порядок расчетов наших. Значит, вот те формулы, по которым мы привыкли считать дисперсию, да, делить на n. Но рекомендуется к применению в статистике формула для оценки дисперсии n-1. Эта дисперсия будет несколько больше, но она и точнее. При больших n, конечно, разницы не будет, заметно. Ну, что делить на миллион, что на 999999, то есть на миллион без единицы. Практически одно и то же будет. Ну, вот, когда у вас речь идет там о 2-3-5, значит, объем, так сказать, выборки, это очень сильно скажется, да. Вот, это очень важно. И вот здесь, в этой табличке, аккуратно показано вычисление. Значит, дисперсию можно считать и по той формуле, что я сказал. Для этого даже существует специальная функция в Excel, она называется дисп, то есть дисперсия. И вот в ячейке F10, да, вот в этой ячейке записана формула, значит, равняется дисп B2 двоеточие B6. То есть, вот, одним нажатием клавиши мы определили фактически, значит, значение дисперсии для вот этих всех переменных, записанных в клеточке столбика B. Начиная с B2, кончая B8, да, вот эти вот 7 переменных. Вот там дисперсия посчитана. Как видите, дисперсия несколько больше, чем рядом с ней написано неисправленное. Тут я от столбика заглавил, исправленное значение. Соответственно, среднее квадратическое отклонение несколько больше. Ну, в общем, достаточно здорово, да. Там 1,6 примерно, а здесь примерно 1,7. То есть, на одну десятую, на одну шестнадцатую. Ну, где-то процентов 5 разница оказалась. Да, разница оказалась процентов 5. Вот такая вот оценка имела место быть. Я хочу вам вот что еще сказать. Когда мы оцениваем среднее значение, считаем, мы с вами фактически имеем дело тоже со случайной величиной. Какие объекты к нам попались в нашу таблицу, в наше исследование, да? Ну, представьте себе, что, например, проводится выборочная перепись населения, да? Или какая-то фирма проводит исследование среди своих сотрудников. Ну, выясняют, я не знаю, что-то такое, что трудно всех опросить. Ну, количество, например, минут в течение рабочего времени, проведенные в курилке, да? Сколько времени человек перекуривал, да? Всех, конечно, поймать и пересчитать невозможно. Ну, вот, очень ценно, полезно знать хотя бы для выборки какой-то, да? Сколько же реально времени люди посвящают работе на работе, а сколько времени у них проходит на какие-то такие вот необязательные мероприятия, типа посещение курительной комнаты, отдых для души такой вот от работы, да? Вот как посчитать среднее значение? Да, мы, конечно, сделаем некую выборку, да, вот случайную выборку. И вот значение суммы, которую мы делим на объем выборки, суммы вот этих вот величин, оно будет иметь случайное тоже получится. Оно зависит от того, кто попал к нам в эту выборку. Вот если мы исследуем людей, скажем, ну, так сказать, по росту, да? Мы не можем всех проводить какое-нибудь обследование медицинское, да, решили провести. Всех москвичей обследовать очень тяжело, невозможно. Делается выборка. Ну, скажем, выясняем, ну, как у него там, сколько гемоглобина в крови? Или там еще что-нибудь. Вот такие вещи. Какое среднее количество гемоглобина в крови у москвича? Но мы взяли только выборку ограниченного размера. Я не думаю, что она даже может отдаленно сравниться с общей численностью московского населения. Правда? Но, тем не менее, ее результаты этого исследования можно с какой-то точностью перенести на все московское население. Да? С какой-то точностью, с какой-то погрешностью, да? Вот в этом есть смысл определенного выборочного статистического исследования. То есть я намекаю вам, что сейчас я продемонстрирую, как можно оценить дисперсию среднего значения. Не дисперсию случайной величины относительно своего среднего значения, а дисперсию своего среднего значения, полученного в статистическом исследовании относительно истинного значения. Вот если всех москвичей собрать, у всех взять кровь на анализ и проверить, сколько гемоглобина и усреднить. Вот это будет истинное значение среднего значения случайной величины, количество гемоглобина в крови у человека. Эти люди все, естественно, распределены каким-то образом по количеству гемоглобина в крови. У кого-то больше, у кого-то меньше. И вот надо посчитать эти параметры мат-ожидания, дисперсию. Ну и сейчас речь идет о мат-ожидании, о среднем значении. Но вот среднее значение, оцененное нами в статистическом исследовании, оно само является случайным. Потому что зависит от того, кто случайным образом под это статистическое исследование попал. Кстати говоря, это обязательно должно быть случайной выборкой. Потому что если мы отобрали каких-то людей для статистического исследования, ну, может, мы самых здоровых отобрали, или наоборот, самых больных специально выбирали, да, по карточкам их в больнице. Это не совсем честно. Исследование должно быть случайным. Выборка должна быть случайной. Понятно, да? Иначе вы просто сами себя и ваших заказчиков, если таковые есть, обманете. Я вам напоминаю, кстати говоря, значит, каждая из иксов, которую вы выхватите из, значит, толпы москвичей, это случайная величина, которая подчиняется какому-то своему закону распределению. Средняя есть и есть дисперсия. И средняя, то есть мат-ожидание дисперсии у всех одни. Это, значит, истинное среднее значение для всей Москвы, гемоглобина, скажем. А дисперсия – это среднее квадратическое отклонение по всей Москве. Ну, так вот, дисперсия суммы случайных величин – это сумма дисперсии. Вот у нас n – реализация случайной величины, каждая из них имеет одну и ту же дисперсию, dx. Сумма равняется вот чему. Так, значит, сигма, что вы будете себе представить? Корень квадратный. То есть корень квадратный из n умножить на сигма х. А как же нам перейти к оценке среднего квадратического отклонения, значит, среднего, полученного в статистическом исследовании, от истинного среднего? А вот как разделить на n. И получается, что разброс, будем так говорить, разброс, значит, среднего значения, полученного в статистическом исследовании, в корень из n раз меньше, чем разброс вот внутри выборки, которую мы исследуем. Ну, это про… Давайте прикинем, как это делать нам на калькуляторе, на компьютере, да, в Excel. Вот как делается. Это все мы развиваем, дописываем. Дописали. Дописали. Вот она, мат ожидания. То есть мы берем, что мы берем за оценку среднего значения. Вот позиция называется Е12. Вот левее от нее написано, что же там есть. m от x равно, да, значит, математическое ожидание величины, мы ее оцениваем. Оцениваем мы ее просто как среднее. Это вот посмотрите на клеточку B9, да, 4,43. Вот она и есть. 4,43. Вот. Ну, 4,42, 857. Это число здесь записано. А вот дисперсия мат ожидания, что из себя представляет? А вот что из себя представляет. То есть это не дисперсия, а сигма мат ожидания. Это представляет из себя F11 сигма делить на корень квадратный из количества. То есть на корень квадратный из клеточки какой там? А8, да. То есть из 7. Вот вам так поделили. Взяли оценку дисперсии. Взяли оценку дисперсии, вычислили из нее корень квадратный и разделили. Вот она. То есть на самом деле, если эта выборка была из какой-то, значит, генеральной совокупности, как говорится. То есть вот те люди, которые попали в выборка, а все люди, что бродят по Москве, это генеральная совокупность. То есть выборка из генеральной совокупности отличается от истинной средней, значит, от генеральной средней. Вот примерно вот на такую величину. На 0,6490, ну 0,65 скажем так, да? То есть можно так говорить, 4,43 плюс минус 0,65. Вот это вот, скорее всего, в этих пределах будет находиться случайная величина. Так, я хотел с вами еще вот о чем поговорить. О пользе статистики вообще. И привести парочку интересных примеров. Вот как-то не раз возвращался к 1812 году. Вы знаете, с тех пор, как царь Петр I ввел у нас регулярную армию, рекрутские наборы, то у нас появилась очень интересная статистическая информация о народу, населении. Рекрутов, когда их, значит, забирали в армию, призывали, говоря современным языком, в обязательном порядке подвергали медицинскому осмотру. Во все времена их обязательно взвешивали и измеряли рост. Это всегда можно было сделать. Но особенно рост измерить, не было проблем. Значит, вот эти данные о народонаселении сохранились со времен начала 18 века. И до наших дней они есть. То есть о той части мужского населения, что призывается в армию на службу. Данные о царских временах исключительно интересны. Значит, в каком плане? Во-первых, у нас тогда народонаселение делилось на сословия. Были крестьяне, были мещане, то есть городские жители, были дворяне. И отдельно выделялось сословие священнослужителей, так сказать, поповичи. Из всех этих категорий, исключая дворян, проводились рекрутские наборы. Оказывается, всегда систематически средний рост, самый высокий из этих трех категорий, то есть дети священнослужителей, так сказать, поповичи, вот они были самые высокие. Потом шли мещане и замыкали эту шеренгу рекруты из села, из крестьян. Крестьяне были ростиком поменьше всегда, вот этих двух категорий. Еще было замечено, это прям как вот работало совершенно очень хорошо. Когда, как бы сказать, гайка крепостного права затягивала стужи, то рост крестьян, призываемых на службу, становился меньше в средний рост. И вот как вы думаете, каков был средний рост рекрутов в 1812 году? Вот, то есть рост тех чудо-богатырей, которые, значит, не все вернулись из Бородинского поля. Как вы думаете? Вы знаете, цифра, когда я узнал меня, ну, скажем так, ошеломила. Вот оказалось, что средний рост сельских рекрутов, а таких, в общем-то, было большинство, был метр сорок восемь. На нашу систему измерений переходя, представляете? Я тогда люблю иногда, так сказать, выбрать где-нибудь, найти в группе человечка маленького, как, правда, какая-нибудь миниатюрная девочка, которая имеет рост метр пятьдесят. Ни одной не нашла метр сорок восемь. О, какие были чудо-богатыри какого размера, да? Вот. Вот данных по армии Наполеона у меня нет. И там есть какой-то у них был часть, значит, воинской, саксонцы были. Вот по саксонцам есть, у них был средний рост, по-моему, метр семьдесят или метр семьдесят пять. Вот такой был рост у них. И вот как найду кого-нибудь там ростом метр семьдесят, поставлю рядом, значит, какой-нибудь такой полень большой. И такая маленькая, хрупкая девочка. Вот это что-то богатыри, вот этих вот здоровых дядек на Бородинском поле победили, да? Так вот, тут дальше такие размышления на воиннице, да? Ну, если человек пропорционально сложен, то площадь его, как бы сказать-то лучше, ну, как называется, грудная фигура, знаете такое понятие? Ростовая мишень. Вот если вы понимаете, о чем говорит, какая площадь тела человека, в которую, если попадет пуля, значит, он будет ранен, да? Она пропорциональна квадрату роста, да? Все площади пропорциональны квадратам размеров, правда? Так вот, значит, площадь чудо-богатырей, значит, русской армии была меньше, чем площадь наполеоновских солдат для поражения пулей, да? То есть, вероятность попадания картечи в тело солдата была пропорциональна квадрату его роста, да? То есть, если наполеоновские солдаты были выше, чем русские солдаты, то и их площадь была больше, и вероятность, соответственно, была попадания в них картечи выше. После битвы Наполеон велел всех убитых на поле в Бородинском перевернуть и определить причину их смерти. То есть, оказалось, что большинство погибло от картечи. Лев Толстой в своем романе «Война и мир» описывает Бородинскую битву, ну, как некий сумбур, в котором даже сам, значит, Кутузов, который, вроде как, со стороны русской армии руководил, не мог путем разобраться, да? В конце битвы он говорит, да как так, мы сейчас будем наступать завтра, да? Оказывается, что потери такие большие, что Кутузов не только не наступает, но и отступает за Москву после этого, да? Вот, то есть, так сказать, контроль над ситуацией никто не имел, ни Наполеон, ни Кутузов. Так, по крайней мере, трактует ситуацию Лев Толстой. Это его точка зрения, как, скажем так, художника исторической прозы. Вот. Если соотнести площади поперечного сечения русского солдата и наполеоновского, то мы оценим соотношение потерь. Вы знаете, вот тут немножко шокирующая вещь. Я помню 1962 год, 150-летие, значит, Бородинская битва и, соответственно, войны с Наполеоном. Тогда публиковались очень широко данные о потерях обоих армий в ходе Бородинской битвы. Значит, там прям с точностью, так сказать, до сотен человек, до десятков даже. И вот те цифры потерь как раз в эту пропорцию идеально укладываются. Вот сейчас почему-то стали какие-то разнобой появился. Откуда могли появиться за прошедшие 50 лет новые данные, я не очень понимаю. Кто их мог сообщить, как их можно было уточнить по прошествии почти двух веков. Но вот в те данные очень хорошо вписываются. Представляете, как здорово. Как статистика позволяет нам фактически, как бы сказать, проверить ситуацию с истинной, что было на войне. Так, теперь второй пример. Мне позволяет вам рассказать время. Значит, дело в том, я вам еще в прошлый раз намекал, что все в статистике взаимосвязано. Помните, я вам пытался вместе с вами подделать данные по какому-то там отчету о страховых случаях. Был такое дело? Было. И говорил, что в принципе говоря, разоблачить всегда можно любую подделку. Надо просто лучше знать статистику, чем тот, кто ее подделывал. И вот в 30-е годы 20-го века в СССР производится перепись населения. Произвели перепись, и результаты ее оказались нехорошими, негативными. Но в духе того времени, те, кто проводил перепись, расстреляли, назначили новую перепись, провели новую перепись, а результаты те же самые. Тогда подумав, ну вот что мог сделать, например, тогдашний наш властелин Сталин? Мог любые цифры опубликовать, правда? А вот у него хватило как-то его образовательного уровня, он любые цифры опубликовать не стал. Он очень сжатые данные статистически опубликовал, ну типа, что все идет хорошо, все развивается так, как надо, вот численность населения, все. Очень кратко сжато, то есть на подделку широкую он не решился, потому что он понимал, что всегда кто-то сможет рано или поздно эти данные разоблачить. То есть смысла в этой подделке не было бы никакого. Так, ну вот, значит, подделывать нельзя, даже Сталин не решился подделывать, а мы-то чего же. Я жду вас в следующий раз.